Солидарная пенсия в стране выросла на 9%, опередив уровень инфляции на 2%. Средний размер совокупной пенсии из бюджета в этом году составит 130 414 тенге, что на 10 тысяч тенге выше прошлогоднего уровня. Кроме того, по поручению главы государства, начиная с прошлого года в республике приступили к поэтапному повышению минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной до 120%. Минимальная с этого года составит чуть больше 28 тысяч тенге, максимальная порядка 45,5 тысяч. В 2024 году в России должны начаться полномасштабные работы по формированию российской орбитальной станции. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил глава Роскоспеса Юрий Борисов. Полностью станция должна быть построена на орбите к 2032 году. В основе станции будет узловой модуль. По сути, это шар, на котором шесть стыковых узлов. Он позволит сделать космический дом вечным. Еще одна особенность российской станции – это наклон орбиты. Она будет пролегать через северные и южные полюса Земли. Оттуда будет видна вся территория России, включая Арктику. Летать к орбитальной станции будут на новом космическом корабле. Его беспилотный вариант отправится в один год с первым модулям. Пуск из космодрома «Восточный». Трасса пройдет на Северном Ледовитом океаном. Из-за этого у ученых появится задача продумать варианты, как спасти экипаж в случае чего. Еще российская орбитальная станция должна стать базой обслуживания спутников. Ее соберут к 2032 году. К этому времени орбитальная группировка должна значительно увеличиться. Первый научно-энергетический модуль станции отправится на орбиту через три года. По космическим меркам – одно мгновение. Схема эта удобна тем, что позволяет бесконечно масштабировать объект далее и менять отработавший. То есть, если мы видим, что у нас подходит к концу срок службы, мы можем сделать еще один узловой модуль, пристыковать его в хвост какого-то из более новых и начинать собирать новую конструкцию. Что касается непосредственно нашей орбитальной станции, то она призвана стать форпостом России для изучения и покорения Вселенной. Ну и, конечно, она должна, здесь вот мы сейчас говорили с руководителями отрасли, она должна максимально обеспечивать наши интересы и в сфере безопасности, и в сфере экономики. Больше полутора тысячи жителей французского региона Паде-Кале остались без электричества из-за сильных наводнений. Еще две тысячи без питьевой воды. Причина паводков – затяжные ливни, которые привели к разливу местной реки. В регионе объявили красный уровень опасности. Сотни пожарных и военных проводят специальные работы. Отметим, это уже второй эпизод наводнения в Паде-Кале за последние три месяца. Ущерб от стихии в регионе превысил 100 миллионов евро. При этом ремонт дорог обойдется в 50 миллионов евро. Инфляция в Турции превысила 64%. Это данные статистического института страны. По сравнению с ноябрем показатель вырос примерно на 3%, в результате чего цены на продукты питания в стране подскочили. За месяц они подорожали на 72%. Стоимость коммунальных услуг повысилась примерно на 40%, а проезд в общественном транспорте на 77% стал дороже. Между тем, турецкие власти рассчитывают, инфляция снизится почти в два раза – до 34% к концу этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова